Мне один человек сегодня пишет очень интересный момент, спрашивает меня, кто такой храм Божий, да, вообще, ну что такое храм Божий, в какой храм ходить или вообще никуда не ходить. Я ему отвечаю, в нашем сердце храм Божий и вот что стоит в Библии, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них и буду их Богом и они будут моим народом. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом, небо и земли, не в рукотворенных храмах живет, чтобы люди не заблуждались или не делали идолопоклонство. Они ходят каждое воскресенье в какую-то динаминацию, они думают, они служат Богу, а если в твоем сердце нет Бога, и ты ставишь там галочку, Бог тебя не знает, я тебе это говорю с личного опыта, Он тебя только тогда опознает, когда у тебя никого не будет, а будет только Он. Вот что хочет Бог. В Старом Завете стоит, что Бог ревнует. Если у тебя есть идолы под землей, над землей, иконы, миконы, фиконы, тогда ты попадаешь, все, служи своим идолам. Он может тебе сказать, иди отсюда, я тебя вообще не знал, делающий беззаконие. Для Бога это беззаконие. И сами, как живые камни, устроите из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. И теперь этот человек мне пишет интересный момент. Не надо никуда ходить, ни в какую конфессию себя не причислять. Видите, как моего Бога и Спасителя, какая у человека уже настройка в голове. Он хочет себя куда-то причислять. А про Иисуса Христа даже никто не говорит, про церковь Иисуса Христа. Куда вы хотите себя причислять? Я не пойму вас, люди. Что с вами? Почему вы не можете жить в свободе Бога? Он хочет себя куда-то засунуть, в какую-то динаминацию, чтобы называться по какой-то кличке. Бог говорит, вы дети мои, вы сыны, дочеря, вы мой народ. А здесь они появились, столько разных названий, которых непонятно. У вас Учитель Христос и Отец у вас один, Отец Небесный. А здесь назвали себя Братский Совет, Дудский Совет, еще какой-то совет. Ну хватит уже, пожалуйста. Не заблуждайтесь. Бог хочет знать тебя лично, а не твой Братский Совет или Дядю Степу. Он ему не нужен, ты не сможешь сказать, я знал Дядю Степу, я получил спасение. Только если ты знаешь Иисуса Христа, ты получишь спасение, друг мой. Никакую общину не посещать, дома да проповедовать. Видите, как он пишет, только дома проповедовать и все. У человека в духе вообще не открыто. На канале 15 тысяч подписчиков, 400 уже сообщений, где люди реально спасаются. От алкоголя человек вообще хотел сделать самоубийство. Я прочитал один стих из места Писания, который на канале от Бога, и он хочет жить. Он написал мне, слава Богу Иисусу Христа, это самое крутое свидетельство. А таких много, сколько людей пишут, да, Бог коснулся, Бог начал. 15 секунд прочитал, а хочу жить, хочу читать Библию. И много таких. И вот дома проповедуют. Да я все время, что я живу, я хочу идти за каждую секунду. Я спать уже не могу, что во мне одни откровения. Я спать не могу. У меня просто силы уже нету все это говорить. Понимаете? А здесь человек хочет от кого-то найти. Найди Бога в своем сердце, и ты получишь спасение. Я про это часто говорю на стримах. И будь волей Божией. Вам нужно быть в церкви Иисуса Христа. Пожалуйста, читайте Библию внимательно, чтобы Бог вам открыл, что такое церковь Иисуса Христа. Каждый день каются люди, хотят идти за Иисусом Христом. Люди получают освобождение от наркотиков, алкоголя и от рабства сатаны. Вот это воля Божия. Я не хочу ходить в динаминации. Я принадлежу Иисусу Христу Спасителю. Он живет в моем сердце. Он меня спас, когда я умирал в своей комнате. Уже очень много братьев и сестер со всего мира. Мы камни живые. Это и есть церковь Иисуса Христа. А не 15 человек, которые разделили моего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И 125 динаминаций все против меня. Почему? Почему они идут против меня? Вот сами подумайте. Потому что я говорю то, что стоит в Библии. Я говорю то, что хочет Бог. Если твои глаза в этом мире закроются, ты будешь стоять перед Богом. Знал ли Бог тебя лично? Ходил ли ты лично за Богом? Когда никого нету, когда у тебя праздники, и ни один человек даже не вспомнит о тебе. Слава Богу Иисусу Христу. Зато Бог вспомнил меня, когда я плювался кровью. Когда ни одного человека не было возле меня. И когда мне приснился сон, что Иисус Христос говорит, я хочу быть твоим лучшим другом. Тебе больше никто не нужен, тебе нужен только я. И за это я хочу тебе лично, мой друг, дать освобождение от этих всех динаминаций. Чтобы ты был в свободе Бога. Библия говорит, познайте истину, познайте Иисуса Христа, чтобы вы были свободны. Свободны в Боге от сатаны. Аминь. Это стоит в Библии. Где Дух Господень, там свобода. Это все стоит в Библии. Почему вы читаете и не понимаете? Это относится всем людям, кто сейчас в каких-то динаминациях и до сих пор думает, что он не спасенный. Это какая катастрофа. Через тебя уже надо полнации спасти. А ты еще до сих пор сам не поймешь. А почему? Потому что закваска фарисейская и задукейская вот эта. Она заквасила уже все, что люди ходят, целуют гробы окрашенные. И все. Они даже не понимают, что такое путь и воля Божия. Это же полная катастрофа, когда ты зависишь от человека. Не ищите славу у человека. Не доверяйте человеку свою жизнь. Стоит Библия. Проклят человек, надеешься на человека, который ищет славу у человека. Ищите славу у Бога, пока мы с ним поздно. Чтобы Бог знал вас лично. Чтобы Он сказал, вот это мой народ. Он знал меня. Он шел за мной. И Он делал то, что я хочу. Вот это хочет мой Отец Небесный. Слава Богу Иисусу Христу Спасителю. Кто был против Иисуса Христа? Вот скажите мне, кто называл его бесноватым? Кто называл его сектантом? Это были фарисеи и книжники. А кто они были? Они соблюдали закон. Они были как гробы окрашенные. Внутри гнили и так далее. Это все стоит в Библии. Иисус Христос приходил, ломал столы, что они продают. Как они деньги эти собирают от детей Божьих. Как они в заблуждении. Он был всегда против. Он им говорил, не моя воля, а пославшего меня Отца. Я и Отец один. Это все говорил Иисус Христос. Чтобы ты очнулся и признал его, как Господь, и шел за ним. Аминь. И за это лично тебе, кто это пишет, конкретно мне в духе записать это надо было. Чтобы все люди это поняли. Церковь Иисуса Христа это мы, это камни живые. Аминь. Слава Богу Иисусу Христу Спасителю. Благослови тебя Господь и сохрани. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь.